Все зависит от непосредственного случая. В случае, например, Березовского, он персону нон-грата. Каким образом этот суд может произойти вообще в России, это невероятная история. При его перелете туда он будет сразу же арестован. Где-то нужно ему просто на кого-то располагать, на какую-то страну, которая его не подкинет и не бросит в трудную минуту. А на данный момент как раз Великобритания закрыла глаза на многие шалости олигархов. И, пожалуйста, почему бы не здесь? Ну вот на этот случай мне трудно найти объяснение, кроме, пожалуй, одного. Здесь очень дорого стоит разводиться. И он, скорее всего, рассчитывает на то, что он просто ее истощит физически. Что она не сможет позволить себе судиться с ним. Потому что цены, на прикидку, обычный, более-менее пригожий адвокат стоит 250-300 фунтов. Таких адвокатов русские не нанимают. Они нанимают Мишкон, Дерей, цены которых 500-600, плюс ВИТ, налог королевский. К этому никогда один адвокат не работает. Адвокат работает в группе второго адвоката и еще своей команды. То есть где-то час будет стоить тысячи фунтов приблизительно, на скидку. Параллельно этому адвокат он только собирает и копирует все документы, то есть составляет файлы. Все дело в баристере. Баристер – ужасно дорогое удовольствие. Баристеры не берут почасовую оплату. Баристеры за день работы берут. То есть день в суде будет стоить, например, около 40 тысяч. День в суде. FDA, хилинг – это если, например, просто услышать направление суда, рекомендации суда, в каком направлении будет происходить развод. Это безумно дорого. Мужчины, естественно, в позиции, которые могут манипулировать такими маленькими вещами, как женские кошельки, они явно с этим справились очень быстро, знают, что у них в карманах, как и где, и чего. В случае, поскольку Абрамович действительно договорился со своей женой, сел, договорился, и что они там решили, было принято решение довольно быстро. В случае же с Березовским, это известно, это было опубликовано во всех газетах, сам процесс, происходящий до момента суда, шел практически три года. И только до, вот буквально за несколько секунд до суда, было принято решение сесть и договориться полюбовно. То есть и та, и другая стороны, конечно, понесли потери, совершенно ненужные, на мой взгляд. Вот.